Всем привет! Плавно наша программа переходит от одного праздника к другому. На прошлой неделе это был День Всехлюбленных. Да, День Святого Валентина. На этой неделе мы записываемся в преддверии... 23 февраля, День Защитника Отечества. День Советской Армии. Я до сих пор вот так отмечаю. Да. Ну, ты его отмечаешь так, а все остальные... А все остальные просто получают на скейне... День Мужика. День Мужика, да. Поздравляю, кстати, заранее всех мужчин с этим праздником. Пусть вас девушки не бросают, бывшие вам не делают мозг, и чтобы у вас все было хорошо. И с мотивацией, чтобы все было прекрасно. Да, да, да. И апатии не было. Да, это самое важное. Как вы уже догадались, в студии Дарья и Кирилл... Кто еще? И мы сегодня будем опять разбираться в ваших проблемах. Да, сегодня этот прекрасный, девичий и омерзительный мальчишечий голоски... Твой девичий, мой мальчишечкий. Да, да, я именно это имел в виду. Будут по-прежнему советовать вам всякую ересь. Слушай, я думаю, нам пора сделать колесо фортуны. Слушай, вот так же... Чтобы раскле... Знаешь, как в... Где? Что, где, когда? Да, когда волчок крутится и выбирается вопрос. Да. Вот нам пора вот это сделать. Чтобы мы не мучились больше, выбирая... Язык у нас подвешен, на все мы знаем ответы. Ты давай, знаешь, как вот так вот, просто вот так, вслепую... Тыкай, тыкай вверх, 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 вверх. Знаешь, мне, в принципе, понравился самый первый вопрос. Так. Это не значит, что я не читала остальные, я прочитала все. Ты не читала остальные. Хорошо, давай. Я тебе могу даже сказать, про что был последний вопрос. Давай, привет, последний. А я не помню, в каком порядке они были. Это либо вот эта девочка, которая... Я через два года. Да. Да? Да. Либо Джонни Депп, либо что-то там еще. Кстати, вопрос про Джонни Деппа просто гениальный. Предлагаю прочитать вопрос. Давай. Опускаю, значит, дифирамбы? Нет, подожди, надо, надо. Не хочу. Ну, пожалуйста. Но они такие красивые. Как ты расстался с девушкой? Банальные, банальные утешения моих близких, мол, найду себе лучше и так далее, не давали каких-либо результатов. Дошло до того, что я начал искать советы в интернете и наткнулся на вас. Прочитав пару статей, понял, что самое главное, что жизнь не заканчивается и вообще все у меня впереди. Но пробелы он ставить не научился. Ну, господи. Все слитно, все слитно, без текста. Может, он просто руку в карман запустил и так на ощупь напечатал, пока мама не видит. Складывается чувство, что поговорил на пляжу, в солнечную погоду, на шезлонгах под бутылочку пива с очень близким и душевным другом. За что вам просто огромная благодарность. Пожалуйста, дорогой мой, пожалуйста. А теперь к самому вопросу. С самого детства мне присущи некоторыми моментами характер холерика, а именно безумная вспыльчивость и неумение ставить пробел. Извините. Может быть, у него, знаешь, был определенный набор знаков. Символов, точнее. Может, у него пробел лимитированный. Да, и чтобы все уместить, он просто вот этот пробел убирал. Еще будучи в школе, получив заслуженную двойку, я вступал в словесную перепалку с учительницей на повышенных тонах. Бывало, что швырял стулья и парты, став взрослее, кидался с кулаками и ужасными криками на знакомых и даже друзей. Просто потому, что они безобидно пошутили. Через сутки меня душит совесть и всегда извиняюсь. В скобочках. Спасибо им большое, что терпит меня такого балбеса психованного. Как будто бы вот оправдался сейчас вот этими словами. Так-то я хороший парень, просто друзей всех избиваю. Да. Мы так балбесы психовы, да. Они все стульяками валяются дома. Очередь где-нибудь в метро, случайно наступившая на ногу ребенок, любая критика, слегка повышенный тон и каждое прикосновение, которое вызывает у меня малейшую боль, неважно, девушка, ребенок или пенсионеры. Знаменитый случай, когда тебя кусают пенсионер в трамвае. Да, да. Спор на идиотскую тему. Все это у меня вызывает сильнейший внутренний вихрь во всей вселенной. Что у меня вызывает сильнейший внутренний вихрь во всей вселенной. Так вот кто Бог! Вот он, Боженька! Вот он, написал сам Господь Бог. Ты ж посмотри. Он и есть все сущее. Он ездит в метро. Есть все сущее. Он же должен следить за нами, как мы живем. Мне кажется, мы сейчас вообще своими словами доведем его до белого коленя. Вот этого чувака. Он же не вносит никакой критики. Ворвется к нам и засунет микрофон, во всяком случае, туда, где ему быть не следует. Веселье продолжается. Да, давай дальше, давай дальше. А, дальше лучше. Сингулярность ярости, которая просто рвется на всех и вся. Кто-то может подумать, что это круто. Никто так не может понавидеться. Нет, парень, что-то ты переборщил. Не оправдывайся. Я не могу просто. Не пытайся себя оправдать. Это отвратительно во всех проявлениях. Слушай, ну... Подожди, подожди, давай дочитаем. Да, да, да. Кто-то может подумать, что это круто. Прямо готовый сценарий для продолжения Бронсона, где в роли брутальный Том Харди, к которому боятся все подходить, и он сможет надрать задницу, задницу любому гопнику. Нет, это не так. Но в жизни это очень травит. После каждой такой вспышки все настроение как минимум пару дней на дне. Пару дней на дне. Пару дней на дне. Пару дней на дне. Я не могу. Это как готовый припев для... Пару дней на дне. Пару дней... Нет, мне кажется, для ответных мошенников. Пару дней на дне. Пару дней на дне. Вот так вот. Как у фараона, знаешь? Да, да. Чисто его. Для людей, кто не договаривает букву Д. Да. Пару дней на дне. Так, пару дней на дне. Знакомые и близкие, которые без зла со мной шутят, разговаривают в искреннем и доброжелательном тоне, пытаются как-то разбавить мое вечное и злобное лицо. Они терпят все это ни за что. Вечное и злобное лицо. Понимаешь, Кирилл? Слушай, но мне кажется, он был сонграйтером, автором текстов у Егора Летова. Знаешь, вот эти вот... Я думаю, Егора Кридор. Нет, Егор Летов. Помнишь, я хожу весь день пешком, словно ебнутым мешком? А может быть, он написал песню «Дракон, дракон»? Нет, песню «Дракон, дракон» написал «Глад Валакас». Мы это знаем. Это наш кумир, его нельзя перепутать. А вдруг это он пишет? «Глад Валакас» — у этого человека не может быть проблем. Ну ладно, хорошо. Хотя он и дракон. Давай, дочитаем. Дочитаем детям сказку. Мне очень стыдно. Очень. На сегодняшний день со мной разговаривают исключительно на серьезные темы, опасаясь сказать чего-то лишнего. Я пытался пить успокоительные, но эффект длился лишь временно. А пить его постоянно... Ну, сами понимаете. Ну да. Как стать проще? Как перестать воспринимать все в штыки? Ой, человек... Ну вот сейчас реально, мы сейчас начнем тебе рассказывать, ты будешь злиться, и что-то не забьешь кого-нибудь по пути. Да, я и... Или узнаешь, где мы живем, и нас и забьешь. Это, кстати, нам ни к чему. Ни к чему. У меня это напомнило, у меня моего старого приятеля Митьку. Митька такой же спыльчивый. А, Митька-то. Да, Митя просто начал бухать. А он пьяный? Ну, всю жизнь пьяный. Он по жизни пьяный. Нет, это не выход. Нет, это отличный выход. Алкоголь... Понимаешь, мне кажется, алкоголь по-разному влияет. Либо ты такой тихонечко идешь спать, как я, либо ты идешь и все, крушишь вокруг. Согласен. Ну... 50 на 50. Он докрушится до такого состояния, что уже уходить некуда. Ну вот я подумала над этим вопросом, вот как обуздать свою ярость. Ну, я не знаю даже как, потому что если это заложено в твоем характере, то есть это же врожденные черты, ты их не приобрел спустя там 15 лет нахождения на земле. Надо бороть в себе внутреннее хамство. Если ты победишь себе хама, человека, который не выдерживает критику, тебе надо научиться слушать критику прежде всего. И тогда у тебя будет меньше поводов выпускать наружу своего внутреннего халка. Основная твоя проблема, как мы видим, это не то чтобы вспыльчивость, отсутствие критики, внутренней критики, неумение ее воспринимать. Ну вот, да. Но видишь, он говорит, что если его там кто-то толкнет случайно, или заденет, или скажет что-то не таким тоном, как ему надо. Ну опять же, может быть, он этого тона и заслуживает. Это, возможно, и является частью книги. Да мне почему-то кажется, что нельзя с этим никак бороться. Ты можешь попытаться это сдерживать, но, судя по всему, ты не пытаешься. Не знаю. Просто ты не пытаешься это сдерживать. Как взять? Как взять и сделать? Надо взять и сделать. Как, что нужно для того, чтобы пойти? Нужно встать и пойти. Некоторые говорят, что нужно придумать себе какой-то, знаешь, типа, Ментор, Стоп-сигнал. Стоп-сигнал, да. Они не всегда помогают. Вот, кстати, про Митьку. У Митьки Стоп-сигнала никогда не было. Его к психологу водили. Он сумасшедший был. Просто настоящий сумасшедший парень. Уходу ты обречен. Да, близкий товарищ. И что, чем это все закончилось? Митька позрослел. Несколько раз озвездюлился. Вот, гениально озвездюлился. Ему чуть ли там его не убили. После этого как-то пыл пауки. Знаешь, может быть, тебе надо действительно походить, поискать по земле, как в старых сказках про трех сыновей, один из которых был наглым, дерзким, второй был ни рыба, ни мясо, третий был дурачком, но вообще с ними у всех. Вот этот старший сын, гордец, который пока пока в капкан не наступит, пока пока сам не отхватит, да, таких жизненных лещей, не успокоится. Возможно, да. Потому что таких людей, как ты, извини меня, пожалуйста, ни в коем случае не хотим тебя критиковать, но стараемся говорить по факту. Стараемся отталкиваться от твоего письма насыщенного, глубокого, полного. Спасибо, кстати, за планету. Большое спасибо. Разложился по почву. Неважно. Зато не вот эти вот не письмо в стиле догадывайтесь, придумайте, что хотите. Может быть, тебе просто вот это надо пережить, пройти этот этап самому, и ты, и жизненный опыт тебя научат. Как ты себя... Ты понимаешь, извини, перебью, вот человек себя ассоциирует с брутальным Томом Харди. А что ему еще делать? я весь такой классный и вообще, да, я вспыльчивый, но я офигенный. Это не офигенно. То есть, оценивайте себя здраво. Какой вы нафиг Том Харди, который может надрать любому задницу, там, и все такое? Кто вам это вообще сказал? Это не так. Во-первых, Том Харди, парень, душевнейший, нежнейший и приятнейший. Да, он был наркоманом, был уличным отбросом, так называемым, но парень взял себя в руки и в итоге что сделал? Стал тем, как он сейчас является. Бронсон, это уже другое. Бронсон, это кумир для тех, кто ищет себе оправдания, оправдания своей жестокости, а у тебя именно жестокость. Как Том Харди пришел к жизни? Он просто понял, что либо сейчас, либо никогда. Если сейчас он не возьмет себя в руки, все, он уже на краю пропасти, он уже свисает, пальцем один держится. Самое время, самое время взять в себя руки. Ради детей своих, ради своей карьеры, ради своих близких. Подумай о своих друзьях. Если тебе их не жалко, если тебе не жалко людей, которые постоянно отхватывают, я думаю, они станут отсеиваться. Они будут отсеиваться. Никто не будет это терпеть постоянно. Вы сейчас юные, у вас светлый идеал понятия о дружбе, со временем будет все утихать, со временем понятия о товариществе тоже будут меняться, и люди будут просто уходить, потому что с тобой опасно, с тобой жить все равно, что на действующем вулкане. Сейчас бац, лава польется, все сожжет на черта. Зачем? Видишь, он спрашивает, как стать проще, как перестать воспринимать все в штыки. То есть шутки в его сторону он воспринимает как какую-то критику. Но ты просто живи ради тех, кто... Поставь все цели. Умейте относиться к себе тоже с юмором. Это прежде всего. И не забывай про людей, которые рядом с тобой. Что они испытывают? Они испытывают дискомфорт, они боятся, им страшно с тобой жить. Ты останешься ни с кем, не забывая об этом. Что лучше? Быть всеми кинутыми посланными на три буквы, одиноким, ну, тем не менее, таким крутым и серьезным. Как вы думаете. Как вы думаете, да. Либо же быть в окружении. Ты посмотри, как он нас запугал. Мы на вы обращаемся. Раньше, ну, как ты и ты, да? Молодой человек. Позвольте сказать, да. Слушай, я правда, я даже не заметил. А мы теперь на вы с вами. Какое же я сокло. Боже ты мой. Наши стыдно стало. Да я нормально, че ты. Так вот. А с другой стороны, молодой человек, у вас есть шанс быть счастливым, быть окруженным людьми, верными. А люди отсеются. Не забывайся, не сомневайся даже в этом. Вот от Митьки тоже отсеялись, а парень-то хорошим стал. Как перестать воспринимать штыки? По-моему, рецепт по воспитанию самой иронии, это смотреть всяких стендаперов. Да. И побольше вот этих шуток про мамку, про папку, про детку, про бабку. Слушай, Джимми Карл выступает, вот говорит в лицо, что вот эта вот британская жируха, там, не знаю, ее, наверное, отчим насиловал, насиловал, все смеются, никто не лезет бить морду в Джимми Карл. Понятно, что у нас другая ментальность, у нас, собственно, говоря о гопнике, ждут после концерта и бьют морду, но это другое. Там никто не стремится никому набить морду, потому что все понимают, что это юмор. Побольше такого посмотри, может быть, ты воспитаешь себе самоиронию. Самоирония воспитывается путем прочтения замечательной литературы. Понятно, в чем дело? Шутка, которая выстебывает, она, как бы, такая деталь. Деталь в цельной конве сюжета. Книга дает тебе... Почему, например, кто у нас был самый ироничный? Генри Ченовский, да, из Буковского? В принципе, человек, который гнобил себя, почем зря. Тем не менее, это было стильно, и ни у кого не было сомнений в его идеальности, гениальности и крутости. То же самое. Вот это вот самоирония, вот эта стебность, это часть большой конвы, большого образа. Образ, твой образ от этого не страдает. Ну, я думаю, он даже наоборот как-то круче становится. Да, если ты... Девушки такое любят. Очень любят. Все любят людей, которые могут над собой пошутить. С такими людьми легко. С такими людьми можно говорить о чем угодно. Ну, тебе самому будет легче. Абсолютно. Абсолютно будет легко. Так, что еще? Какие у него еще проблемы? По критике. По критике. Вот он не воспринимает критику, а это значит, что он в нее верит. Да. Люди самодостаточные критику не воспринимают. Ну, и как бы не вся критика имеет, наверное, ну, вес. Не вся критика. Не вся критика здоровая, ты можешь просто, типа, да, да, конечно, и все. И не слушать. Да, люди самодостаточные, они не реагируют на критику слезами, истериками. Особенно, если понимаешь, что это ложь. Но если ты понимаешь, что это ложь, господи, ну скажи, скажи, что нет, конечно нет. Может быть, знаешь, в чем еще проблема его? Может, у него язык недостаточно подвешен? Мы-то сейчас прочитали идеальное с точки зрения графомании и переизбытков фразеологизма в письмо. Ну, понятно, что можно было накидать, набросать, нахвататься какие-то фразы, все такое. Но, по сути, это в обычном общении не успевает мозг генерировать остроты и иронию. У меня так. Я всегда, ну, намного позже что-то приходит мне в голову. Потом едешь, говоришь, блин, надо было так сказать. Надо было так сказать. И так хочется вернуться, это сказать. да. Там, типа, вот, не знаю. Ну, мы тебя поняли. Хочется вернуться в эту ситуацию и сказать вот так, как ты думаешь, что было бы круто. А у тебя сразу реакция, что, вот, ничего не скажешь, прослывешь. Кем? Кем прослывешь, если ты ничего не скажешь? Кем можно прослывать? Тютий. Развивай речь. Развивай устную речь. Развивай юмор. Опять же, стендапы в помощь, юмор хороший в помощь, юмор хороший, это не КВН 97-го года, НГУ против одесских джентльменов. Нет, что-то попозже, посвежее, потому что, надо быть, остаться в ритме времени. Я вот так вот недавно сказал шутку из игры 88-го года, а со мной теперь люди не общаются. говоришь, что у меня юмор плохой. Но видишь, Кирилл же не стал все крушить и говорить, а это поэту порылые твари. Ничего подобного, да. Он тихонечко пошел плакать. во-первых, либо меня бы там избили однозначно, да, там такие ребята были, а во-вторых, ну это бессмысленно. Развивай устную речь, развивай чувство юмора, и чувство юмора, книжки. Обязательно книжки. Мы вообще в любой проблеме советуем читать книжки. Слушай, ну это же панацея от многих проблем, от многих моральных жизненных проблем. Ну а как иначе? Есть такая тема. Мы не просто так, не потому что у нас... Успокоительные, вот он пишет, пить, ну это вообще ни о чем. Дружище, тогда тебе проще сходить к психиатру, он тебе уже не успокоительный, он тебе нормальный курс пропишет, диагноз, может быть, поставит. Может, это что-то гормональное? Может быть, вполне. Опять же, большинство людей, агрессивных, во всяком случае, встречало на своем пути людей яростных и отбитых на всю голову. Я просто не встречала таких людей, чтобы это, знаешь, мешало жить. Они, я думаю, им не мешало жить, они были уверены в том, что это правда, они были воспитаны этим. Опять же, воспитание. Может быть, его просто воспитывали, что что, бей, молодой. Ну вот видишь, он может просто постоянно теперь так жить. Если нравится, пожалуйста, извиняйтесь постоянно. Да, но это ничего хорошего не приведет. Либо контролируй себя. Ничего не приведет хорошему людям. Я думаю, это будет тяжело. Люди устанут. Люди устанут от того, что постоянно, ну они будут ожидать, и это уже будет просто бесить. Понимаешь, мы когда, у тебя появится девушка постоянно, а чего мы, у тебя появляются друзья. У тебя не есть. Вы все развиваетесь, вы растете. Вы, у вас меняется круг общения, меняется интерес, меняется стиль жизни, меняется образ жизни. Ты растешь, и ты ждешь, что твои друзья тоже будут расти, тоже будут развиваться. Иначе хочется одновременно Параллельно идти К светлому будущему Хочется, чтобы человек менялся Учился на ошибках, а он не учится Вот что с тобой общаться Девушка твоя будет Возмущаться Альберт Как его зовут? Эй ты Как тебя там? Ты же обещал Это же никто не вытерпит Никто этого не вытерпит Ты можешь быть отличный парень Душа компании Понимаешь ли Возвращаясь к разговору о этих людях Они со временем успокаивались Даже те, кто свято верил Но это не значит, что не нужно стараться Это не значит, что не нужно стараться Они старались Ну их жизнь научила Научить у тебя жизнь или нет Если ты какой-то сыч Может тебя осознаешь, когда тебе все бросят Единственное лекарство будет Наверное проще Проще прибегнуть тем методам, которые мы посоветовали чуточку раньше А еще у нас советуют календарь А календарь вам Календарь никогда не врет Да не то слово Благодаря ему поступил в университет Развелся И открыл бизнес Да Какой у нас сегодня? 21 февраля Да А когда выйдет подкаст? В понедельник Отлично 21 февраля Так И календарь нам рассказывает Как справиться с гневом Я не вру Вот Написано Боже ты мой А что ж мы тогда вот это вот Выдумывали? Слушай, наши советы Это наши советы Календарь это Это святое Это святое Это как Библия Это наша настольная Библия Мы на нем клятву давали друг другу Что довезем пьяными до дома Ну ты нажрешься И я тебя довезу Понятно, да Ты нажрешься, я тебя довезу Я и так тебя вожу Как справиться с гневом? Пишет Календарь Пишет сам Да Так Как известно Неконтролируемое чувство гнева Может стать причиной Очень серьезных конфликтов С другими людьми Неожиданно А я думал Однако даже если вы Подавляете свой гнев И тем самым избегаете Внешних конфликтов Вы сталкиваетесь с проблемой Конфликта Конфликта внутреннего Поскольку вступаете В сражение с самим собой Эта борьба может стать Достаточно мучительной И привести к серьезным осложнениям Психологическим И физическим здоровьем Справиться с гневом Дело непростое Ведь это одна из самых сильных Человеческих эмоций Я думаю Парень уже это понял Ситуации, вызывающие гнев Например, когда вас обвиняют В чем-то, чего вы не совершали Или когда вам лгут в глаза Ведет к выбросу адреналина Повышающего артериальное давление Частоты сердечных сокращений И другим физиологическим реакциям Характерным для стресса Организм готовится вступить в бой Или отступить ради спасения жизни Справляйтесь с враждебностью А не с гневом Понял Гнев это симптом А враждебность это болезнь А враждебность у тебя, судя по всему К миру Ну да Прям как у меня Только я человек не конфликтный А вот и советы Так Остановитесь и подумайте Если вы не ощущаете в себе способности Справиться с гневом Остановитесь в тот момент Когда вы чувствуете Ускорение пульса от гнева И ничего не делайте Пока не дадите себе Время подумать Смотри, как они странно переписали Вот это Остановитесь и подумайте В еще одно длинное предложение Ну ты же понимаешь Что у них был заказ Настолько это символов Идеальные копирайтеры Признайте, что вы в гневе Не подавляйте чувство гнева Но и не раздувайте его Это только усилит напряжение Уйдите со сцены В своем воображении Или физически Ну то есть если тебя на сцене настигла Такая фигня Если вы случайно услышите в буфете Как ваши коллеги говорят Что-нибудь мерзкое про вас Выйдите на несколько минут Если ваш начальник критикует вас на собрании Откуда вам нельзя просто так уйти Представьте себя Выходящим из помещения Куда-нибудь в более спокойное место Матерь Божья Это помогает? Не знаю Проанализируйте свои эмоции Спросите себя Что именно вызвало ваш гнев Подумайте о намерениях Других людей О том Какие сторонние факторы Могли спровоцировать ситуацию И каков мог быть ваш вклад в нее Если он был Одно это уже может развеять ваш гнев Ну календарь гарантирует, да? Дальше идет слива Какая слива? Слива, ну которая растет в деревьях Так, а что со сливой? Когда сажать-то лучше? А это уже в другом подкасте Интрига Такое ощущение, что я сейчас побывал Не знаю, в гостях у сказки Мне читали вступление какое-то Петя и волшебный волк Или что-то Ну я на самом деле тоже Когда если меня кто-то бесит Я стараюсь представить, что я где-то в спокойном месте Где этого человека нет Мало помогает Но, знаешь, помогает не взорваться Я знаешь, как дело Я ухожу из себя И просто про себя Мне кажется, это примерно одно и то же Только я представляю, что я стою, знаешь, в каком-нибудь саду И говорю А, он тварь Ну я, понимаешь, у меня хватает ума Никогда не бросаться с кулаками Я стараюсь языком Как это мерзко звучит Я представлю, что ты подходишь к человеку И он такой Все хорошо Отстань Да, я поздравила мужиков, а ты не поздравила Мужики, что я хочу сказать В этом мире как-то так странно получается Что женщины претендуют на нечто большее Возмущаются Жалуются на то, что к ним относятся Скажем так, их недооценивают Их не ценят Их не любят Да Да, понимаешь Говорят, что мужчины совсем осатанили Что это мужской мир И они хотят равных прав И равных прав у них до сих пор якобы нет Не знаю И при этом Требуют от нас Чтобы мы выполняли свои мужские обязанности Да Чтобы мы двери держали Были кормильцами Да А они такие сверхсущества Которые мы якобы зачем-то обязаны содержать Почему их обязаны содержать? Почему их должны уважать? Вот за что? Потому что вы нас любите Да Вот это основная проблема Мужики С 8 марта меня Что хочется сказать Мужики Я желаю вам Женщин Которые Не соответствуют Этим дебильным Модным стереотипам Я желаю вам Женщин Который будет Видеть вас личность И уважать Я желаю вам Не служить в армии Я желаю вам Жесть в стране В которой будет контрактная система Зачем им служить? Не, ну это круто, конечно Для кому-то Но не здесь Потому что Что? Сирия Не надо Без обиды Всякое бывает Лишь бы не пиздел Сегодня в ваших проблемах Да заткнись ты уже Подожди Я еще вспомнил Что я хотел пожелать А, что еще Это Мальчики Знаете Ребята Что Не тот Красив Кто Умен А Волшебное блюдо Пешком домой пойдешь Из злата Че на рамен Че на рамен Че на рамен Лапша такая Все До свидания Сегодня в ваших проблемах Копались Как всегда Кирилл А кто еще И Дашка И да И я Всем пока С праздниками вас Да много не пейте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok